Всем привет! Филипп компания Кофе Кейс. Сегодня у нас на обзоре кофемашина Доктор Кофе Кофе Центр. Особенности данной кофемашины заключаются в том, что она у нас работает на сухом молоке. Еще два дополнительных сухих ингредиента есть, но она сейчас все по порядку. Но также недавно появилась у данной кофемашины комплектация с живым молоком. То есть у нее здесь сбоку выходит трубочка, как у всех остальных моделей Доктор Кофе. Вот, и можно работать как и на живом, как и на сухом и остальных ингредиентах. В общем, функционал становится еще шире. Значит, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть бункер на полтора килограмма. Дальше. Внутри у нас заварничок. Здесь от 6 до 21 грамма кофейка в себя вмещает. Бункер под отходы у нас здесь на 70 порций. Вот что-то там такой огромный. Значит, под сбор капель поддон у нас на 800 миллилитров. Идем дальше. Не опорожнем. Так, кофемашина у нас может работать от водопровода. Либо можно просто армированный шланг кидать в бутыль с водой. Кофемашина хорошо забирает воду и работает. Значит, также у нас здесь возможно подключение МДБ платежных систем. И данная кофемашина будет хорошо подходить под стойки самообслуживания. Вам придется только приезжать по вечерам, засыпать зерно, засыпать ингредиенты, выкидывать отходы и тому подобное. Значит, тут у нас еще идут три контейнера под сыпучий ингредиенты. Самый большой используют чаще всего под сухое молоко, потому что больше всего расходуется. Дальше по стандарту идет горячий шоколад. И вот сюда уже можно добавлять все, что мы захотим. Я пробовал готовить напитки на сухой смеси РАФ. На сухой смеси она называется ванильный капучино. Вот, там классно ее, если смешивать вместе с сухим молоком, добавлять кофеек. Получается такое, что-то наподобие венского кофейка получается. Вот, и также пробовал сюда еще добавлять тоже в сухом виде чай. Тоже классно заваривается, тоже вкусная штука. Идем дальше. Теперь давайте пройдемся по функционалу данной кофемашины. По напиткам, там настройкам и тому подобное. Можно делать различную раскладку. Давайте сразу же покажу вам, как ее менять. Сервисное меню. Чтобы вот этой истории не было, что вбок нужно листать, да, можно сделать по-другому. Индивидуальные настройки. И вот здесь выбираем режим отображения напитков. Ну, например, 3 на 6 пускай будет. Сохранить и выходим назад. И теперь все напитки, которые у нас настроены на кофемашине, все сразу же на первом экране. Также, что можно еще сделать? Вот, например, вы хотите продавать американо не одного объема, да, а трех объемов сразу же. Там 200, 300, 400 миллилитров. Можно на одну кнопку запрограммировать все три объема, чтобы у вас не было такого. Американо 200, американо 300, американо 400. У вас все напитки под одной, все объемы под одной кнопкой. Нажали на американо. Он нам предлагает маленькую, среднюю, большую. Нажали окей. И здесь все раз начать. И погнали. Вот это можно тоже менять. Это называется в меню. Вспомнить бы сейчас. Управление процессом, по-моему, так. То есть, в процессе приготовления напитка можно добавлять себе немножко зерна, добавлять водички и тому подобное. Но лучше, наверное, эту функцию все-таки отключать, не использовать, потому что неумелый человек может что-то себе не того надобавлять. Либо получится невкусно, либо закончится что-нибудь не тем. Поэтому лучше эту функцию, конечно, отключать. Значит, и также касаемо всех остальных напитков. То есть, да, с капучино можно тоже спрятать три объема под одну кнопку и тому, тому подобное. Значит, еще лайфхак. Недавно только сам узнал. Значит, если у вас такое случилось, что в процессе приготовления, да, например, капучино. У вас готовилась капучино. Случилось так, что перестала подаваться вода в кофемашину. Ну, по всяким причинам. Бывает, если у вас в бутыля, например, воду качает кофемашина. Вода в бутыле закончилась, вы не заметили. Сыпучий ингредиент насыпался в воронку и водой его не смыло. Давайте посмотрим в воронку. Вот, то есть, у нас получается, отсюда пошел цыпучий ингредиент, сюда попал, но дальше он не пошел из-за того, что вода у вас закончилась. Получается, у вас сейчас здесь сухой ингредиент. И если вы поняли, что вода закончилась, значит, если вы еще раз сразу же запустите еще один капучино, приготовление еще одного капучина, скорее всего, воронка переполнится, вода не сможет пройти, все это потечет через края, ну и, короче, будете потом отмывать машинку очень долго. Если такая ерунда случилась, что делаем? Нажимаем три полоски и нажимаем «Быстрая промывка порошковой системы». Окей. Через все воронки кофемашина просто пропустит водичку быстренько, буквально 10 секунд. И все, вы оттуда все смойте, после этого можете спокойно готовить дальше, ничего у вас не засорится. Я бы даже это два раза подряд делал бы сразу же все на всякий случай. Так, идем дальше. Давайте еще немножко по меню побегаем, потом поготовим, и, в общем-то, все. Дополнительное видео еще снимем про то, как закончить работу на данной кофемашине, как за ней ухаживать, как создавать новые напитки, как делать калибровки. Скорее всего, тоже сделаем такие видосы. Вот, а там посмотрим. Значит, что здесь у нас еще есть? Под тремя полосочками быстрая промывка заварной системы. Ну, то есть, это заварничок, чисто, чтобы через него кипяточек прошел. Быстрая промывка порошковой только что у нас была. Обслуживание одной кнопкой. В общем, нажимаем сюда, и у нас запустится с вами очистка от кофейных масел, плюс порошковой всей системы. Ну, то есть, грубо говоря, полностью как обслужить кофемашину. Там все пошагово будет понятно, тоже отдельный видос снимем. Блокировка дисплея нам нужна для того, чтобы протереть экран. Нажали сюда, на 10 секунд он заблокировался, вы протерли тряпочкой, он снова включился. Информации. Здесь мы можем посмотреть пробег, какой на кофемашине. Также можем посмотреть, какой технической обслуживание не проводилось. Сколько раз делалась декальцинация, чистка от кофейных масел и тому подобное. Выключить это понятно, что такое. Сервисное меню. Заходим. Смотрим, что там. Настройка напитков. Отдельное видео. Техническое обслуживание. Полная промывка системы заваривания. Это отдельная промывка кофемашины от кофейных масел. Полная чистка порошковой системы. Тут рассказывается, как нам нужно снять вот эти воронки, миксеры помыть. Все это дело. Там все показывается. Удаление накипи. Ну, то есть декальцинация. Слив воды. Это у нас для транспортировки кофемашины. Перед тем, как ее куда-то перевозить, особенно если у нас минусовая температура на улице, всегда нужно делать слив воды, чтобы в кофемашине вода не замерзла, ничего не полопалось и тому подобное. Но делается это крайне редко, поэтому сильно заострять внимание не будем. Настройка кофемашины. Параметры обслуживания. Тот человек, у которого вы это все будете покупать, кофемашин, должен обязательно вам правильно выставить параметры технического обслуживания, чтобы кофемашина вам вовремя напоминала, когда нужно делать те или иные очистки. Время и дата понятно. Автоматическое выключение понятно. Режим энергосбережения. В общем-то, я всегда его отключаю. В чем тут смысл? Значит, тут два режима энергосбережения есть. Один более глубокий, один более лайтовый. Значит, ну, допустим, вот этот, например, если у нас включен и кофемашина будет стоять просто в режиме ожидания, да, никто ей не пользуется, то она, у нее упадет температура бойлеров до определенного уровня. То есть, да, там, если она, например, например, у нее 80 градусов обычный бойлер в рабочем состоянии, она его опустит где-нибудь там до 60. Вот. Подойдет человек, нажмет на экран, нажмет на приготовление напитка, кофемашина должна будет нагреться до 80 градусов и только после этого сможет выдать свой напиток. Вот. Поэтому это вроде как и полезная штука, да, меньше электро, ну, меньше потребления энергии. Но в то же время как бы это неудобно, если клиент будет подходить, ему нужно будет ждать, поэтому нафиг отключаем и не заморачиваемся. Дальше. Выбор единства измерения не нужно, установка пароля не нужна, индивидуальная настройка. Значит, здесь у нас раскладка, мы с вами меняли. Режим приготовления, вот он, кстати, режим приготовления, это когда мы можем в процессе приготовления добавлять водичку, зерна и тому подобное. Регулируемый режим, нерегулируемый, не знаю, нерегулируемый пускай у нас будет. Так, это тоже не знаю, выбор режима рекламы. Это заставочки, которые у вас в этом режиме ожидания, заставочки, появляются картинки, то есть, да, здесь тоже можно это менять. Так, яркость подсветки экрана понятна, светодиодная ленточка, ну, это вот, цикл, это значит, что нам будет разными менять, менять свои цвета раз в 10 секунд. Дальше, сохранить. Температура бойлера понятна, сетевые настройки понятны, инженерные настройки. Так, поэтому тоже будем отдельный видос снимать. Сильно сюда лезть не надо, как бы, но если и лезете, то очень-очень аккуратно. Калибровка количества помола, для чего она нужна? Давайте вкратце расскажу, чтобы было понятно, что это важная штука на самом деле. Значит, например, у вас новая кофемашина, и на ней не сделана калибровка. Калибровка относится к кофемолке, то есть, да, куда мы зерно с вами засыпаем. Мы, например, настроили с вами напитки и поставили, чтобы у нас там на капучино было 9 грамм, в параметре каждого напитка мы выставляем количество грамм, что используется при приготовлении каждого напитка. Значит, выставили, например, 9 грамм, вот, но из-за того, что калибровка не сделана, кофемашина может сыпать не 9 грамм, она может сыпать 7 или, например, там 11 или вообще непонятно сколько. Вот, калибровка позволяет нам добиться того, что сколько мы выставляем грамм в параметре каждого напитка, столько кофемашины и будет нам намалывать. Это очень важно, потому что, ну, от этого зависит у нас качество напитка, вкус его, крепость, да и, в общем-то, вообще все как бы зависит. Поэтому калибровка очень нужна. Калибровка порошка, сыпучих ингредиентов, абсолютно тот же самый смысл. Сколько будет насыпаться у нас порошка на порцию. Тут это тоже очень важно, потому что, если будет сыпаться очень много, воронки засорятся, все потечет через верх. Ну, реально потом замучить, все отмывать. Либо будет очень мало сыпаться и будет тоже невкусно. Коэффициент по молу нам не нужен, это не нужно. Сюда не надо даже лазить, там тоже калибровка воды, но не надо. Заводские настройки, сброс до заводских настроек, операционные настройки, не знаю. Так, или что, или знаю. А, ну, это касаемо картинок, логотипчиков, рекламок и тому подобное. Сюда лучше тоже сильно не лезьте, потому что это тут нужно обязательно, ну, типа, точно знать формат, все вот эти дела. Если залить в кофемашину картинки не ее формата, тоже там, ну, как мне, по крайней мере, говорили, что кофемашина может в кирпич превратиться, поэтому я не пробовал, не делал. Импорт и экспорт параметров. Это можно через флешку загрузить на кофемашину готовые рецепты. Вот, например, мы на днях тоже все рецепты отработали. Вот, у нас теперь есть такая штука, мы просто флешку вставляем с одной машинкой в другую, перекидываем, и все готово за пять минут. Обновление понятно, настройка оплаты, это у нас для разъема MDB, функциональный переключатель. Что такое ты? А, ну, здесь можно, тоже интересная штука, важная. здесь можно, в зависимости от того, где у вас кофемашина стоит, может быть, там, на стойке самообслуживания или в заведении и тому подобное, вот эти штуки можно полезно использовать. Например, отсчет шлака контейнера отходов включен. Значит, кофемашина считает, сколько раз вы сварили кофеек и сколько отходов упало у вас в контейнер сожмыхом. После определенного числа она вам сигнализирует, выбросьте, опустошите контейнер. Все, и вы опустошаете. И также дальше здесь идет оповещение отсутствия кофе в контейнере для зерен. Кофе закончится, она скажет. Не будет на холостую крутить, то есть, да, как бы кофемолка, она вам заранее скажет. Оповещение отсутствия порошка в левом, в среднем, в правом. Та же история. Про калибров у кофемолки, чтобы она сигнализировала. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Это и не надо. Ну, в общем-то, все. Теперь давайте поготовим. Чуть не забыл, касаемо напитков. Значит, если вы приобретаете кофемашину у нас, разумеется, мы все вот эти напитки вам настраиваем. Да, здесь у нас идет эспрессо, двойное эспрессо, американо трех объемов, латвайд трех объемов, капучино трех объемов, латте трех объемов. Это, вот эти три, с использованием просто сухого молока плюс кофейка. Дальше, ванильный капучино, ванильный латте, с использованием сухого молока, специальной смеси ванильной и получается кофейка. Там тоже соотношение определенное нужно соблюдать, чтобы это все было вкусно. Дальше у нас еще здесь есть горячий шоколад, ну, это просто горячий шоколад, с использованием горячего шоколада, имеется в виду. Макачино, это у нас горячий шоколад, кофеек, сухое молоко. Дальше, молочный шоколад, это у нас горячий шоколад плюс молоко. Также здесь сейчас нету этих напитков, но они будут. На другом видео объясню, почему они здесь не отображаются. а может и сейчас. Значит, там еще у нас есть напиток, такой как раф. Он используется в этом контейнере. Этот контейнер у нас сейчас просто занят. Он занят у нас ванильной смесью для ванильного капучино и ванильного лата. Но в мозгах кофемашины есть настройки для рафа. Нам там нужно просто кое-что переключить, и тогда у нас ванильный капучино и ванильный лата исчезнут, и на их месте появится раф. И по такой же схеме можно еще раз перещелкнуть, и у нас исчезнет раф, исчезнет ванильный капучино, ванильный лата, и появится чай. Вот. Так, все. А теперь давайте готовить. Точно. Поехали. Начнем сразу. с эспрессо. Посмотрим, как она у вас вываривает. Сейчас у нас стоит средняя степень экстракции. Если слышите, как помпа работает, за счет этого у нас кофеек вываривается получше. Так, наш эспрессо. идем дальше. Американо. Маленький. Ой, извиняюсь, американо. Маленький. Вот у нас как раз переключатель там стоит, чтобы нам кофемашина говорила, когда у нас кофе закончится. Вот, об этом нам сейчас и говорит. Сейчас подсыпем. у нас какие крема получаются. У нас какие крема получаются. и пошел кипяточек. Наш американо готов. Поехали дальше. Так, давайте-ка мы с вами что-нибудь приготовим теперь. Надо что-то интересное. Вот давайте ванильный латто пускай будет у нас. Окей. Так, у нас пошло, сначала пошла ваниль, потом пошел кофеечек. очень важно правильно настроить подачу сухих ингредиентов, чтобы у вас порошок не оставался в воронке после приготовления, чтобы он не сыпался очень быстро и тому подобное, иначе все это будет засоряться. Будет очень много времени уходить на то, чтобы это все вынуть и потом снять заступить к продаже. И сухое молоко у нас пошло. Так, есть. Забираем. Ну, разделение здесь, конечно же, у нас не будет. Вот. Но, тем не менее, по вкусу будет легкий такой молочно-ванильный напиток. Так, ну и контрольно давайте приготовим с вами макачино. после ванильного капучино я прям жду в комментариях что-то наподобие ванильного лата, извиняюсь, ванильного лата. Что-то наподобие это не лата. Или каких-то таких комментариев. все читаю. Всем спасибо за внимание. Кофеек пошел. И пошло у нас светое молоко. Очень интересные вкусные напитки на самом деле получаются. Я для себя вот сам открыл их недавно. Как-то так. В общем-то все. Наш обзор подходит к концу. Если вам было полезно и интересно и тому подобное нажимайте на колокольчик ставьте палец вверх подписывайтесь и пишите в комментариях что еще дополнительно вам рассказать про эту кофемашину про другие модели что еще может быть полезно обычному пользователю которые не занимаются кофемашинами технических как-то знает а тот кто использует эти кофемашины ежедневно у вас я думаю свои какие-то там моменты интересные есть так что обязательно пишите пообсуждаем 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 пообсуждаем